Добрый вечер всем. Сегодня, наверное, была одна из самых важных и красочных игр всего чемпионата. Наверное, справедливее было бы, если бы, допустим, счет был ничейным при всех перипетиях игры. То, что мы пропустили буквально на первой минуте, после этого удара ребята наши все-таки нашли в себе силы, отыгрались. Вот. Грубейшая ошибка на стандарте. Пропускаем второй. И после этого собрались, играем. А после удаления зарабатываем пенальти, не забиваем. Начну с чего начинал. Повторюсь, может быть, еще раз. Наверное, справедливее было бы сегодня, наверное, если бы матч закончился ничью. Жалко в этой ситуации ребят, которые сегодня проявили максимум свой, показали все, на что они способны. Жалко. И я думаю, что болельщики не заслужили сегодня поражения, потому что сегодня мы играли практически как у себя на стадионе. Что делать? Придется дальше двигаться в любом случае, разбирать ошибки. Абсолютно уверен, что команда еще только набирает ход. И мы еще, я думаю, более мощно и более, скажем так, слаженно в наших механизмах будем дальше двигаться. По другому пути нет. Но Бахур сегодня ставят высокие цели. Поэтому нам придется все-таки разобрать ошибки и двигаться дальше. Мы просто обречены на это. У нас нет другого выхода. Устон провел хороший матч, но уже к середине второго тайма функционально уже подсел. Поэтому нам нужно было освежить флаг. Тем более, что мы уже проигрывали. Поэтому вышел Сабирджанов, который хорошо выходил в предыдущих играх, обострял и делал результат, делал разницу. Поэтому мы сделали эту зиму. Продолжение следует... Фарух, вообще-то венгер, он вышел на свою позицию. Что касается его на сегодняшний день состояния и его качества, мы не сомневаемся в его качествах. А то, что он после травмы восстанавливался, это факт. Поэтому ему нужно еще немного времени, чтобы он приобрел необходимую кондицию и форму. Продолжение следует... Ну давайте так. Если бы на табло был бы другой счет, наверное, таких слов не было. После серьезного удара, когда на первой минуте, в такой центральной игре, да, игре соперников, которые претендуют найти себе силы и отыграться, и вернуться в игру, это дорогого старого. Что касается... Где-то мы не были ментально готовы, да, психологически, то забей из кондеров мяч. Если бы мы забили первый, второй мяч, я думаю, мы бы уже не отпустили победу. Вот при всем при этом в меньшинстве мы зарабатываем пенальти, зарабатываем стандарт. Сначала стандарт, а потом пенальти. Я думаю, что здесь немножко неправильно. Что касается... Что нам сегодня не хватило? Есть, конечно, моменты. Еще предстоит разбирать игру. Есть моменты, которые... В принципе, они связаны просто с слаженностью наших действий. Команда недавно собралась. И поэтому в таких играх только сейчас можно проанализировать, где мы можем, и какие качества у нас уже есть на сегодняшний день. Ну вот, как вы сказали, и его предыдущие, есть у нас футболисты, чтобы проводить ротацию, есть у нас конкуренция. Соответственно, к следующим играм будем готовиться и думать. Мы пока больше 70% еще ни одной игры не сыграли своего потенциала. Он наказал, в первую очередь, себя и заставил команду в очень тяжелой ситуации. Конечно, была провокация. На самом деле, там провоцировал этот номер левый защитник команды Павтакуру. Это не раз он это делает, но сегодня это ему удалось. Выходя на игру, мы говорили при всем том, что там будет горячее сердце, всегда должно быть таких игр холодных головок. К сожалению, Доброн сделал грубейшую ошибку. Так не должно быть. Профессионал, он должен всегда держать свои эмоции при себе.